Здравствуйте! Сегодня с вами Катя Васильева. Сегодня я буду отвечать на вопрос признаки нарцисса. И я прекрасно понимаю, я с удовольствием опишу. Потому что я вас понимаю, знаете, вот мы влюбляемся, и нам так это все нравится. Красные какие-то флажки там, да, о чем-то вы говорите, мама, подруги такого. Он самый замечательный, он самый лучший, он самый красивый, он самый умный. У меня с ним цветочная букетная стадия, поэтому я сейчас полностью в него влюблена, поэтому, чтобы вы мне здесь не говорили, ничего на меня это не действует. Вот, но есть признаки, девочки, есть признаки, их очень важно знать. Когда вы влюблены в человека, очень важно знать, пока вы полностью не влезли в это г с головой, вот, и пока еще не сложно выбраться и не сложно выбраться, не потеряв собственное достоинство. Вот, есть сегодня я вам расскажу 7 признаков, что вы общаетесь с нарциссом или с человеком, у которого психологическое расстройство личности, нарциссическое, да. Вот, оставайтесь. Будет завоевывать, добиваться вашего доверия. И, как мы знаем, да, на цветочной букетной стадии они такие вот все прям вот подушка, плечо, вот это вот на них можно опереться, им можно довериться, им можно рассказать про свои страхи, опасения. И вот они, да, я на твоей стороне, я тебя так понимаю, чем я могу тебе помочь, давай вместе сделаем, давай то, давай сё. Это вот они втираются к вам в доверие для того, чтобы вы думали, что этому человеку можно доверять. Почему? Потому что, когда вы сильно, когда вы западёте на него, и вам уже будет поздно уйти, вы всё равно будете думать, что ему можно доверять. Но как это потом обернётся, всё, вам потом это всё будет в спину ножами маленькими втыкаться, да, и всё, что вы ему доверили, будет использоваться против вас. Вот, как я говорила, помните в том видео, если ваша мама постоянно кричит на вас, и вы сказали ему, ты знаешь, вот мама меня раздражает, вот тем, что она постоянно на меня кричит, то как только вы откроете рот, он вам тут же скажет, вот смотри, ведёшь себя прямо как своя мать. Вот, и будет делать вам больно. Вот, поэтому, если вы мало, знаете, человека, даже вот у вас ещё только начинаются с кем-то новым отношения, там абсолютно не надо никому ничего рассказывать уже такого, знаете, такого серьёзного, что потом может обернуться против вас. Вот у меня был такой случай, когда у меня была приятельница, и она там себя вела каким-то таким не очень хорошим образом, и я с ним это как бы обсудила, ну как обсудила, рассказала ему там то и всё. Оказалось вообще, что он её тоже знает. И при первом удобном случае он там с ними где-то отдыхал в каком-то клубе и так далее, и он это всё ей вот и сказал. За моей спиной, конечно. Вот, ну была некрасивая ситуация, но просто если я могла ей в глаза повторить то же самое, что я сказала ему, так я и сделала, и нет у меня больше приятельницы, ну и нарцисса этого тоже нету. Когда человек хочет вас изменить, когда человек говорит, что с вами что-то не то, тебе надо поменяться, ты слишком нервная, ты слишком такая-сякая, он же вас тоже как бы любит, правильно? У вас новые отношения, вы друг друга любите, и он уже начинает вас хотеть поменять, или рассказывать вам, что с вами что-то неправильно, или же даже вот при любом, при каком-то, допустим, споре даже с другим человеком, человек и ваш нарцисс не становятся на вашу сторону, а, допустим, критикуют вас или даже прилюдно и так далее, или же потом приходит домой и говорит, нет, ты ненормальная, ты психичка, тебе надо было сдержать язык за зубами, как ты так могла и так далее. Когда с вами что-то не то, и человек, даже не встав в вашу позицию, не поняв вообще, что вы, понимаете, он может спросить, человек не нарцисс, спросит, расскажи мне, почему ты приняла такое решение, может быть, я пойму, я вот не понимаю, почему ты сделала так, поделись со мной, может быть, давай обсудим это вместе, или еще как-то. Человек с нарциссическим таким характером, он вам скажет, что с вами что-то не то, вам нужно себя менять. Поехали дальше, следующее. Нарцисс, партнер, будет пытаться вас от всех отградить. Опять-таки, как я и говорила, нарцисс, во-первых, не хочет, чтобы вы были заняты, счастливы, чтобы у вас была активная социальная жизнь и так далее. Но здесь не в этом причина. Здесь причина в том, что ваши родственники, близкие друзья, они первые вас пронаблюдают и увидят, что этот человек вам не подходит, что этот человек как-то неправильно к вам относится. И они смогут вам вот это все высказать, да, потому что со стороны виднее, потому что когда вы уже там влюбились по самые очи, уже вам, да, вы уже ничего не увидите. Но есть такой вот риск, что увидят ваши родители, или увидят ваша сестра, или увидят ваш брат, или сват, или еще кто-то. А поэтому нарциссы будут стараться вас изолировать. Им не хочется, чтобы кто-то другой на него вам тут нагонял эти волны и так далее. Поэтому он будет стараться, чтобы вы ни с кем не общались. И зачастую они будут, да, строить козни, строить какие-то, делать какие-то вот подлянки, делать что-то такое, вот чтобы люди от вас отказались, или чтобы вы сами отказались от друзей. Ну, например, таким образом, смотрите, вот вы сильно-сильно влюбились уже, да, все, вы уже, все, вы с работы летите домой, только быстрее бы, чтобы он пришел, и с ним провести время. Вот, ну и вы говорите, например, подруга вам звонит, я сегодня хочу с тобой сходить в кино, пошли, как мы вот в старые времена, давай пройдемся, тролливали. Вы говорите, хорошо, я сейчас уточню своего вот нового бойфренда, во сколько он придет домой. Вот вы ему звоните и говорите, во сколько ты придешь сегодня домой? Такого прямого ответа вы на такой прямой вопрос вы не получите. Он скажет, а что такое? Вы скажите, вот я хочу сегодня с Леной пойти в кино, там, в 7 часов, так вот, во сколько ты будешь? Он скажет, ой, ты знаешь, я собирался быть раньше. Нет, ну если ты хочешь, конечно, иди, я найду чем заняться. Опять-таки, я найду чем заняться. Селит у вас, да? Уже ревность, это уже зачатки ревности. Вы думаете, как это так, он будет чем-то заниматься, а я тут буду в кино? Не-не-не, я же так его хочу видеть. Ты знаешь, ладно, я не пойду в кино, приезжай пораньше. И, ну, допустим, вот так, да? И он такой, окей. Потом он узнает, что вы все-таки в кино не пошли, а домой ехать ему не надо, у него есть дела. И он не приедет. Вы профукаете подругу с кином, а приедет он в 10 и скажет вам, ты знаешь, что-то там всплыло, какие-то задания на работе и так далее, вот я был занят. Чего ты не пошла в кино? Я же тебе сказала, иди в кино и так далее. Ваша вина. Вот, ваша вина, потому что вы ставите нарциссы на первее себя место. Неправильно. Нарцисс в новых отношениях будет первым человеком, который скажет вам, что он вас любит. Я тебя люблю. Деспотично он хочет услышать ответа, от вашего ответа, я тебя люблю тоже, или я тоже тебя люблю. Деспотично. Почему? Потому что ему надо знать, что вы на крючке уже, что он уже вас зацепил. Я тебя люблю. Для него это будет крючок. Уже все. Она зависла, запала. Когда нарцисс вам говорит, я тебя люблю, это имеет абсолютно другой смысл. Абсолютно. Это не тот, я тебя люблю, как вы думаете, что вы хотите, чтобы он вас так любил. Это не та любовь, абсолютно. Он, нарцисс, не любит никого, кроме себя. Себя самого любимого и дорогого. Да, если он реально нарцисс, то он вас не любит. Он любит только себя, а вас он будет использовать для того, чтобы вот его еще кто-то любил, и это будете вы. Вот вы его любите, и вот. А ему будет хорошо. Он вас не любит. Вы попадаете в ловушку. Там есть такая ловушка нарциссическая, и вы в нее попадаете. Для чего им надо, чтобы вы попали в эту ловушку? Во-первых, чтобы вы сомневались в себе, чтобы когда он вас разрушает, вы настолько были опущены ниже плинтуса, чтобы вы думали, что никто другой вас так любить не будет, как он. И очень часто они говорят, да лучше меня ты никого никогда не найдешь. Да, то есть он вас обсирает, извините за выражение. Это уже вообще по своей сути бред. Вот. Он это делает, и в то же время он вам говорит, что кроме меня тебя так легко, тебя никто любить не будет, потому что ты посмотри ты на себя. Так переверните стрелки и подумайте, так а что ты меня любишь, если я такое говно? Если я такая плохая женщина, что ты меня любишь? Вали тогда. Да, но вы так не делаете. Почему? Потому что вы попали в ловушку. В этой ловушке, там же было и построено доверие, да, и вы к нему обращаетесь, когда вам нужна помощь, и вы просите у него совета, и никто, как он, вас любит так не будет, и вы вообще сомневаетесь в себе, в своих решениях, которые вы принимаете, потому что опять-таки будет критика, скандал и так далее. Вы боитесь уже этого всего. Во, ловушечка. Попала девочка и сидит, и выйти не может. Почему? Потому что сомневается сама в себе. Почему? Потому что боится остаться одна, потому что никого больше не найдет, потому что ее так больше никто любить не будет. Так а нафига? Мне надо, чтобы меня так любили. Меня так любить не надо. Разве вам надо, чтобы вас так любили? Через унижение, оскорбление и так далее. Понимаете? А они вас посадили вот в эту вот ловушку, как мышку, и все. Впредь всегда, девочки, помните, если вам вы несчастливы в отношениях, или надо что-то менять, или тогда перестаньте жаловаться. Если вы не хотите менять, ну, тогда не меняйте. Тогда что вы ищете? Какой поддержки? Какой вы можете здесь искать поддержки, если вы решили, что вы из этих отношений не хотите выходить? Каждому свое. Никого не осуждаю, я всех поддерживаю и так далее, но есть такие вопросы, просто которые я не понимаю, и я не могу на них создать видео, не могу вам на них ответить, к сожалению. Поэтому для тех, кто хочет выбраться из отношений, я хочу, ребята, вам напомнить. Дамы, пожалуйста, посмотрите на себя в зеркало. Посмотрите, какие вы умные, красивые, и вспомните, о чем мы когда-то мечтали, вспомните, чего вы хотели, вспомните, как вы, как у вас горели глаза до того, как вы встретили этого мужчину. Даже если вы уже замужем, и вам, ну, просто вилы, да, в этом браке, ну, нету такого закона, что вы должны оставаться замужем еще следующие 60 лет. Ну, нету. Разводитесь тогда, уходите, если вы хотите выбраться из отношений, не доказывайте вы этому нарциссу ничего. Что мы делаем? Мы начинаем им доказывать, мы начинаем с ними обсуждать, и начинаем высказывать им свое мнение, ты сделал это, это вообще. Никого не волнует ваше мнение, он будет делать так, как он считает нужным. И вы или можете приспосабливаться, или вы можете от этого отказаться и сделать ноги. У вас есть всегда выбор. А вы ставите нарцисса на первое место, чтобы он не говорил, он муж, он прав, главное, чтобы был, я буду лучше молчать, зато мне не надо работать, или там, или он мне купил машину, так вот я еще полгода помолчу, потом в позу стану, и так далее. Решайте, кому что дороже. Вот. Поэтому, да, если вы видите такие красные флаги, девочки, выбирайте из отношений. Мир слишком большой и красивый, чтобы тратить свои лучшие годы на это говно. Извините меня за выражение. И вас разрушат. Разрушат. Они вас высушат и выкинут. Зачем им это надо? Вернее, почему они вас выкинут? Потому что с вас уже больше нет его взять. Если вы не можете выйти из отношений сами, они от вас избавятся. Это уже будет последнее, да? Это уже discard, я называю. Это уже все. На мусорку вас выкидывают, когда уже с жертвы нечего взять. Если вы не можете сами выйти из этих отношений, он будет наслаждаться тем моментом, вот этим вас выкидывать, выкидывать из отношений, с вами прерывать отношения, заканчивать с вами разрывать все контакты. Почему? Потому что он знает, что вам будет больно. А почему его это радует? Потому что, когда вам больно, что-то вот из-за него или за него, значит, вы его любили, значит, вы его любите, значит, он важный, красивый, сильный и такой самый могучий. То есть это вообще, это как эти, знаете, вот мыши на гипнозе. Вот все девочки делают одно и то же, одно и то же поведение. Они на вас там наезжают, а вы все равно все терпите. Ну, так один прекрасный момент, он вас киданет. Киданет. Он не будет всю жизнь на вас так вот. Ему это станет неинтересно, потому что нарцисс тоже не хочет восхищения слабой женщины. Не хочет ему, это не надо. Ему нужно восхищение красавиц, сильных молодых женщин. А вы вот терпели 10 лет это все? Ну, так с вами неинтересно. Зачем вы ему нужны? В конце концов, нарцисс от вас захочет избавиться. И он это сделает. И будет только вам больно. И он уйдет, и даже назад не повернется. Вот поэтому некоторые меня девочки спрашивали здесь, почему не пингуют меня нарциссы? Почему ко мне мои бывшие нарциссы не возвращаются? Это может быть один из ответов на этот вопрос. Просто с вас уже больше просто нечего взять. Абсолютно. Или же вы еще сильная и неразрушенная женщина. Если они к вам вернутся, вы их обломаете, пошлете, и им будет неприятно. Они не любят этого. Они любят восхищение. Вот. Одно из двух. Или с вас уже нечего взять, и они нашли другую жертву, что вполне всегда происходит. Они вас не кинут, пока нет другой жертвы. Вот. Или же они вас боятся и боятся, что вы встанете в позу, пошлете их. Одно из двух. Вот пинги. Пинги – это такое дело. Вот. Насчет пингов есть другое видео. Удачи вам, любви, счастья, радости. Занимайтесь собой, собой любимой, своей карьерой, своей страстью, своими детьми, чем угодно. Пожалуйста, начинайте жить. Начинайте жить. Удачи. changelife.solutions. Записывайтесь на сессии. Я обожаю своих клиентов. Я люблю с людьми работать. И для меня это делает счастливой. Я очень рада слышать все эти отзывы, что я помогаю, что я изменила чью-то жизнь, чье-то мнение, чьи-то взгляды на определенные вещи. Для меня это дорогого стоит. Пожалуйста, подписывайтесь к каналу, пишите мне имейл, и мы с вами через скайп-сессию можем это все дело обсудить и найти правильный выход из любой ситуации. Оставайтесь счастливыми. Субтитры создавал DimaTorzok